Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ранее я снимал видео, очень много людей смотрели их про певца-шаман и песню «Я русский». Говорил я о том, что будут провокации, направленные на то, чтобы дискретировать певца-шаман, его образ, патриотический настрой. И вы знаете, что начали писать Собчак, первый на него набросилась, сорвала маску с себя. То есть все те люди, которые хотят каким-то образом не допустить, так скажем, возрождения патриотических настроений в России, они будут в первую очередь не допускать такого творчества, которое есть у певца-шамана Ярослава Дронова. Но вы знаете, что Александр Гудков, вот этот вот соведущий Урганта, кстати говоря, работник тоже первого канала, соведущий Урганта, сейчас я не знаю, он соведущий, нет, там вроде Хрусталев, но он долгое время был соведущим Урганта в вечернем Урганте на программе. Да, вот такая вот у них там креативная команда собралась во главе, так сказать, с понятно кем. И он сделал клип, я с ужасом посмотрел его, он называется «Я узкий», это пародия на клип шамана. Больше всего меня потрясли строки, значит, «Спасибо деду за то, что я узкий», или там «Таз мой узкий», что-то такое. Вы знаете, я понимаю всегда, что люди высказывают свое мнение, еще что-то. Но в данном случае я пожаловалась в генпрокуратуру на этот клип. Вроде пишут, что он как бы спел, он высмеял, собственно говоря, все полностью, весь смысл клипа шамана «Я русский». Но вроде как под статью то, что он там пел, не подпадает. Но я считаю, что те люди, которые потребовали арестовать Гудкова, он находится в России, мы сейчас советуем отсюда бежать. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что не реагировать на такого рода вещи, это очень опасно. С точки зрения, что люди тогда понимают, что ну можно просто-напросто высмеивать очень серьезные вещи. А все-таки песня «Я русский» это песня очень серьезная. И Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, но тем не менее, значит, идея объединения, идея объединения разных, так скажем, народов с разной культурой, самобытных абсолютно. Но объединение вокруг, так скажем, возрождения патриотических идеалов, она очень серьезна. И она очень актуальна. И давно нужно было уже, чтобы такие песни звучали у нас на эстраде, а не поющие трусы. И Гудков, соответственно, я считаю, что, я не знаю там, что у него найти, но я считаю, что нужно арестовать. Это мое мнение, я присоединяюсь к тем, кто, значит, тем, кто этого требует. Вот что пишут, значит, своему творению юморист. Это сейчас называется юморист. Понимаете, то есть сейчас юмориста тот, кто делает все, что хочет. Несет похабщину, значит, начинает материться на сцене, высмеивать патриотические чувства. Это не юморист, это юродивый. Даже я бы сказал, юродивый нельзя назвать, потому что юродивый в свое время, это были порой люди очень прозорливые и не от мира сего, так скажем. И они были при дворе и предсказывали какие-то события очень такие знаковые в жизни каких-то отдельных личностей или целой страны. Это даже не юродивый, это, я бы сказал, как, но своему творению он дал издевательское название «Я узкий». В песне он поет о том, как удобно быть узким, ведь удобно сидеть на стуле, легко прятаться за кустик. Вот. То, что Гудков узкий, я не верю. Не верю в это. Я думаю, что он далеко не узкий, судя по всему. Значит, таким образом, весь возвышенный патриотический посыл, пишут сми оригинальные композиции «Шаман», был высмин, сведен к низкому глумлению. Лидер общественного движения Гражданский комитет Артур Шлыков в связи с этим попросил Следственный комитет проверить клип артиста. Все потому, что посыл в песне-пародии, по его мнению, направлен на унижение чести, достоинства по национальному признаку. Значит, даже если Гудков хотел оскорбить только Ярослава Дронова, он задел и других граждан. Значит, друзья, что я хочу сказать. Сейчас зрители и коллеги по цеху советуют комику собирать вещи спешно, бежать из России. Мол, раз пошел по стопам, значит, там кого-то еще юмориста, который вот на 50 лет въезд закрыли, значит, то уходи на все четыре стороны, не держим. Друзья, это те вещи, над которыми нельзя смеяться. Если ты находишься здесь, в стране, которая дала тебе все, собственно говоря, да, ты здесь стал популярным, тебя здесь узнали. Ты здесь свои эти прибамбасы там с клипами, с какими-то шутками стал реализовывать и зарабатывать. Как ты можешь петь такие вещи? Как ты можешь пародии такие делать? Понимаете, ощущение, вот понимаете, когда они начинают зарабатывать большие деньги, им кажется, что им можно все. Они снимаются, я видел Гудкова, помню, на Арбате, мы с женой шли, и он бежит в черном пальто, в шапочке, в наушниках. Знаете, у меня было неоднозначно впечатление, потому что впечатление было такое, как будто он вообще не видит, не слышит ничего. Он довольно высокий, бежит, сломя голову, просто вот пробегая, так сказать, в каком-то, знаете, таком полете каком-то. И они работают на Первом канале, они зарабатывают большие деньги, они делают какие-то проекты и зарабатывают, соответственно, огромные деньги. Им кажется, что им можно все абсолютно, что это смешно, что это прикольно. Да, вот до недавнего времени огромное количество псевдо-рэперов, я их так назову, пели песни «Мат-перемат», и дети 12-13 лет слушают с колонок чуть ли не в песочнице этот «Мат-перемат». Но нужно было это остановить, остановили, и слава Богу. Но нужно показать, чтобы другим неповадно было, что есть вещи, над которыми смеяться нельзя. И в конце концов встанем, как пел шаман, в защиту шамана, чтобы такие вот узкие гудковые не смели рта открыть. Друзья, интересно ваше мнение, видели ли, не видели ли, пишите комментарии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости, здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И телеграм-канал Будда Гришна Новости, там политика, не только политика с моими комментариями. Я считаю, очень важно это, потому что, понимаете, морально-нравственное воспитание молодежи, это те вопросы, которые сейчас необходимо поднимать, я еще раз скажу, время структурных изменений в обществе, и на эстраде, и в искусстве, в культуре в целом. Необходимо, чтобы поколения, подрастающие поколения формировались не так, как они формировались в последние 20 лет, в условиях американских боевиков, насаждения фастфудной музыки и так далее, а чтобы они формировались, исходя из самобытной нашей российской культуры, с тысячелетней историей государства, понимаете? Чтобы это было уважение к старшим, понимание, что такое семья, мама и папа. Сейчас никто ответственность не хочет нести, поженились, развелись, все и так далее. Чтобы это была семья, как ячейка общества, все вымыто, все размыто. Это ужасно. Поэтому вот такие люди, как Гудков, насаждают ментально нам, нам-то ладно, молодежи, те ценности, а это не нужно, потому что фактически, насаждая эти ценности, вымывается наша потихонечку, но это делается, и это видно. Друзья, интересно ваше мнение, еще раз повторюсь. Всем пока, успехов, до встречи.